Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, в прямом эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Поэтому вы всегда можете позвонить нам в студию во время передачи и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. Для тех, кто не сможет дозвониться во время эфира, телефон нашей студии 727 12 92. Ну и, кроме того, нам можно всегда написать на наш электронный или почтовый адрес. И, наконец, вы можете смотреть нашу программу и в интернете на сайте Первый образовательный или sgutv.ru в разделе прямой эфир. Итак, ученые утверждают, что всей нашей жизнью руководит наше же подсознание, что у него, у подсознания, есть ответы на все наши вопросы и решение всех наших проблем. Если это так, то почему же мы не пользуемся такой замечательной возможностью? А все от неизвестности? Вот руку или ногу можно потрогать или увидеть. А подсознания нет, не понять, где оно находится, и как выглядит, как может помочь, и что для этого нужно. Специалисты утверждают, изменить жизнь к лучшему с помощью подсознания возможно, а для этого нужно с ним подружиться. Итак, о подсознании и о том, как с ним подружиться, наша сегодняшняя программа. У нас в гостях психолог-аналитик, гипнопсихолог, автор книги «Подружись со своим подсознанием», человек с редким именем Соня. Итак, здравствуйте, Соня. Здравствуйте. У вас такое редкое имя. Оно досталось вам, насколько я знаю, от вашей мамы. От моей мамы, да. Это индийское имя, и оно для меня, не только имя, это мой талисман, энергетический защитник. Это вам помогает в работе и по жизни. Я думаю, что это помогает и всем тем, кому помогаете вы, поэтому ваше имя достаточно хорошо известно. Вы прочитали мои мысли. И это здорово. Надеюсь, что вы сегодня поможете и нашим телезрителям, потому что подсознание, на мой взгляд, несколько такая таинственная тема. Действительно, все знают, что оно есть, но как помогает и отследить, как оно помогает или мешает нам. А все говорят, что именно помогает, но нужно научиться пользоваться этой помощью. То, что как раз мы, ну, мало кто из нас это умеет делать. Надеюсь, что сегодня вы прольете свет на эту проблему. Мы к ней иногда возвращаемся в наших программах. И подскажете нам, как действительно научиться пользоваться своим, дружить с ним, да, пользоваться, может быть, не очень хорошо, дружить с своим подсознанием, чтобы оно действительно помогало нам в жизни. Поэтому, конечно, вот такой первый вопрос. Почему подсознание и отношение к нему до сих пор окутано какой-то тайной и таинственностью? Когда говорят подсознание, это что-то сродни мистическому, мистики какой-то. Почему так? Хотя это научная вещь просто. Да, это действительно так. Ну, нужно начать с того, что понятие подсознания, оно созвучно понятию сознания. То есть наше сознание, где оно обитает? В нашем биологическом мозге. Это такая органическая среда, которая отвечает за наше осознание самих себя, за наше самочувствие, за наше логическое мышление, за нашу психологию, психику и так далее. Что такое подсознание? В народе издавна это принято называть либо шестым чувством... Либо третьим глазом, да? Нет, третий глаз – это немножечко иное. А вот что касается подсознания, его называют ангелом-хранителем. Почему? Потому что подсознание – это такая область, она действительно очень таинственная, неопознанная, и, к великому сожалению, не хотят достаточно серьезно, ну, пока что еще, не хотят этим заниматься. И очень зря. Наука не занимается настолько серьезно, что на сегодняшний день понятие подсознания и все вопросы, которые вы мне задали, они были открыты. Ответы на них были уже открыты с научной точки зрения. На самом деле, мы живем, наш мир находится в энергоинформационной среде. То есть в этой среде время как таковое, оно относительно, оно теряет свое понятие постоянного времени, оно относительно. И вся информация, которая относится к событиям, которые уже свершились, события, которые свершаются, то есть они уже в процессе. Сейчас, в настоящее время, да? Здесь и сейчас. Да, и которые проецируются с будущего, ну, скажем так, с будущего, если я скажу, это будет немножко как-то непонятно, которые проецируются от действия людей. То, что будет в будущем. Совершенно верно. Вот как люди, вот как идет история, как люди взаимодействуют друг с другом, как они, как они пытаются построить свою жизнь, вот это напрямую, как зеркальное в отображении, оно связано с проекцией будущих событий. То есть то, что я делал когда-то, то, что я делаю сейчас, я закладываю кирпичик на будущее. Обязательно. И это все во времени, вы говорите, это все сжато, да? Да, оно просто, знаете как, оно относительно, по тому же Эйнштейну, оно относительно. То есть оно в области, в этой энергоинформационной среде, среде, время, оно теряет свое, свое постоянство. А какое это имеет отношение к подсознанию? То, что в подсознании, это как-то уже все есть, да? Да. Перейдем теперь к тому, что сознание-то это сознание. Мы о нем уже как бы знаем, привыкли, вот мы с вами общаемся. Это мы работаем нашим сознанием. Да, мы работаем на уровне сознания. Но оказывается, у человека есть не только физиологическая структура, нервная система, там, психология мышления, которые все вместе объединяются в понятие сознания. Но оказывается, у нас есть еще и подсознание. Это наше энергетическое я. Обитает это наше энергетическое я. То есть оно обитает в пространстве, во всем. То есть это не какой-то конкретный орган, да, вот, который можно увидеть. Нет. Там, нет. Нет, это все на уровне энергетики. Это все на уровне энергетики. И вы знаете, что самое интересное? Интересное то, что наш биологический мозг способен воспринимать информацию, энергоинформацию подсознания, переводить ее на речевой язык и даже визуализировать. Так, мы сегодня об этом поговорим. Наверное, это сны. Я угадала? Совершенно верно. Это отдельный будет разговор. Мы прямо вот будем говорить, а где, как нам выходит на диалог с нами наше подсознание. Это очень интересная тема. И разница в том, что интуицию, как правило, ошибочно относят к понятию подсознания. На самом деле интуиция – это работа сознания, не подсознание. Так. Это может быть что-то переходное, я могу быть не права вне, поправьте, от подсознания к сознанию, интуиция. Нет. Ну, вы знаете, нет. Это не переходное. Тогда что это такое? Особый способ логического мышления. Когда человек неосознанно прокручивает события внутри себя. Вот такие процессы, они приемлемы нашему, они воспроизводятся в нашем биологическом мозге. Тогда вот этот внутренний голос, это есть подсознание? Или это интуиция? Вот как раз я и хотела бы перейти к тому, что вот это наше энергоинформационное я, о котором мы сказали с вами. Что это такое? Разберем. Это восприятие нами информации из нашей среды обитания. Каждый человек от самого рождения, значит, ну, конституция природы такая, что люди рождаются, и не только люди, любой живой организм, он имеет врожденную наследственную способность вот именно иметь, так сказать, владеть вот этим подсознанием, вот этим особым коверенцем. Оно есть у всех. Абсолютно у всех. Независимо от того, какая форма жизни. То есть это может быть человек, это может быть и животное, это может быть растение. То есть любая форма жизни, где присутствует энергия жизни, имеет подсознание, имеет контакт вот с этим энергоинформационным общим полем, откуда оно берет информацию в тот момент, когда ему это нужно. Но пример, вот такой вот пример приведем. Человек собрался куда-то улетать. Ну, самое такое, к сожалению, распространенное, когда люди вот собираются куда-то лететь, вот им уже нужно ехать в аэропорт, и вдруг человеку становится как-то не по себе. А или он опаздывает, например, да? Нет, это уже ход событий. Это ход событий. А тут вот ему становится как-то не так. Причем все доходит до такой степени, что он просто отказывается. Он находит массу причин, он не летит никуда. И происходит, к сожалению, ну, такое происходит, происходит какая-то проблема с самолетом. Человек остался жить. С ним это не произошло. Хотя его дорога была, по, скажем так, сценарию жизненному. Куплен билет, потрачены деньги. Совершенно верно. Его ждали наверняка в другом конце страны, мира. Хорошо это или плохо? Это очень хорошо. Почему? Во-первых, человек, прежде всего, он остался жить. С ним ничего не случилось. И самое главное, человек осознает, понимает важность той информации, которая ему идет, прислушивается к ней. И таким образом сохраняет себя самого. Вот это самое главное, о чем мы сегодня будем говорить. Потому что, еще раз повторюсь, мы все знаем, что есть подсознание. Мы все знаем, что оно нам подсказывает. И что оно наш ангел-хранитель. Так почему же мы не все слышат эти подсказки? Или слышат, но не доверяют им. Есть и ряд других вопросов. И в конце концов, как же научиться слышать свое подсознание? И поскольку вы автор книги, которая должна скоро выйти, насколько я понимаю, то я думаю, что вы очень замечательный специалист в этой области. Почему же, хотя уже вопрос, вернее, ответ напрашивается, почему надо дружить со своим подсознанием? Да потому что оно помогает нам А. Остаться в живых. Ну да, это да. Самое главное, да? Не сделать каких-то жизненных ошибок. Так. Спасти кого-то. То есть получить информацию, которая возможно произойдет. То есть информацию о событии, которая возможно произойдет. Приведу еще один пример. Конечно. Самый простой, но очень, кстати, важный. Идет мама с маленьким ребенком, малышом. Навстречу соседский, сосед. С магазина. У него в сумке замечательные, вкусные, потрясающие, спелые, красивые яблоки. Он снимает одно и протягивает ребеночку. Оно вроде на внешний вид такое все хорошее, замечательно, протягивает ребеночку. Что должна сделать мама? Поблагодарить, сказать спасибо и все прочее. Мама говорит спасибо, но на лице у нее уже написана тревога. Она не понимая, не осознавая, чувствует что-то волнительное внутри себя и не осознавая, а какие причины, почему так. Она чувствует какое-то волнение. Она благодарит, ребенок берет, и как только они прощаются с соседом, мама забирает яблоко у девочки, кладет его в сумку, а потом она его просто выкидывает. Так, что это? Спрашивается, что это? Действительно, неблагодарность, невежливость, некорректность, как это можно озвучить. На самом деле, на самом деле, мать, кстати, у матерей, у них обострено, безумно обострено чувство подсознания. То есть у женщин или у матерей? У матерей. У матерей. Оно очень сильно обострено. По отношению к своим детям, да? По отношению не только к своим детям, ко всем. У них оно обострено, они чувствуют. Каким образом? Это вот не выяснено, к сожалению. Никто не хочет этим заниматься, вы знаете, к великому сожалению. Это сложно, это тонкие вещи. Редкие специалисты, которые обращают на это внимание, пытаются как-то это изучать, как-то это трактовать и как-то это приносить в жизнь, чтобы люди посвящать, люди, чтобы они понимали, насколько это важно. Так и что же такое, Суня? Объясняю дальше. Оказалось, впоследствии, что человек, который подарил ребенку яблоко, он болен. Хотя мама не знала об этом, но она даже не знает, как это происходит. Но вот эта негативная информация о болезни при соприкосновении, тем более, с продуктом питания, она переходит. Но это может быть больше уже энергетическое, чем... Ну да, у мамы сработало подсознание, да? Подсознание, конечно. А энергетическое это основа основ, потому что сначала энергетика, потом уже материя вообще-то, да? Скажем так, сначала смысл, потом действие. Сначала энергетика, потом материя. Тогда, Суня, возникает такой вопрос. Значит, что является вот для нас, скажем так, ну не знаю, каким-то опознавательным знаком, когда подсознание посылает нам какие-то сигналы, да? Замечательный вопрос вы даете. Да, что это такое? На что мы должны обращать к ним особо? Один из самых главных вопросов. Во-первых, как определить, что вам что подсказывает? Это чувство комфорта и дискомфорта. Комфорт и дискомфорт. Если что-то с вами происходит, ну, любой может быть пример, вы встретились с каким-то человеком, просто даже с незнакомым сидите рядом в поезде метро, и вот он с вами рядом сидит. И вдруг, вот, не зная этого человека, не глядя на него, не общаясь с ним, не контакт с ним, вы ощущаете дискомфорт. Вот вам не хочется, он вам ничего не делал, вы его даже не знаете, даже не смотрите ему в лицо. Ну что, развернуться и уйти, если это важный для тебя человек? Нет, я вот дан, нет, вы знаете что? Я сейчас расскажу дальше. Если это важный для вас человек, тогда нужно по минимуму, вернее, по возможности, хотя бы по минимуму, исключить контакт с ним. Или каким-то образом заблокировать себя энергетически, поставить какой-то внутренний блок, чтобы не настроить себя. То есть, внутренний блок выстроить, это не значит взять кирпичи и выстроить перед собой стену. Ну, образно может быть и да. Ну, образно, это визуализация здесь никак не поможет. Наоборот, что нужно сделать? Настроить себя на позитивное мышление. То есть, позитив. Да, обязательно. Что такое позитив? Это положительная энергия. Негатив, это отрицательная энергия. Подсознание, оно предупреждает таким образом. Человек начинает ощущать, что-то отрицательное, какой-то негатив. Одним словом, ощущение. Ощущение. Хорошо. Им надо доверять. У нас уже первые звонки, мне сигнализируют наши операторы. Но прежде, чем мы послушаем этот звонок, все-таки такой вопрос. А почему тогда, или скажем так, как живет человек, который слышит свое подсознание, и как живет человек, который не слышит сигналы своего подсознания? Или что случается в жизни того и другого? Что наши телезрители поняли, прежде чем задавать свои вопросы? К сожалению, то, о чем вы, какой вопрос мне задаете, есть две причины. Первая. Разница в том, проблема в том, что не у всех чувство подсознания, вот этот канал, он достаточно одинаково обострен. Не у всех. У каждого по-разному. Кто-то его очень сильно ощущает. Даже в том примере, как вот мама. Кто-то по природе его очень сильно ощущает. А кто-то... А кто-то не слышит его. И вторая причина. Люди, которые обращают на это внимание, они более грамотны в этом направлении. Они более внимательны к этому. Они обращают на это внимание. А есть люди, которые просто игнорируют это. Говорят, да ну, ради бога. Не слушают себя. Да, ну это все мне показалось. Все это на думке какие-то. Можно ли сказать тогда, если говорить о жизни тех и других, о качестве жизни, что те люди, которые слушают свое подсознание, они реже попадают в какие-то ситуации. Да, это действительно так. И легче из них выходят, потому что они слушают себя. И наоборот. Вот есть люди, которые по жизни постоянно куда-то вот они попадают в какие-то неприятные ситуации. Совершенно верно. То с ними произошло, то это. А наверняка, значит, была подсказка какая-то. Была. Была подсказка. Хорошо. Давайте мы послушаем наш первый звонок и дальше продолжим нашу беседу. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Я хочу задать вот такой вопрос. Вот говорят, что, ну и вы сейчас подтвердили мысль, что в окружающей жизни очень много подсказок, в том числе, вот допустим, названия или плакаты или рекламные вот афиши какие-то, да. У меня очень часто в жизни случается так, что я иду по городу и задумываюсь о ситуации, которая мне предстоит. И никак не могу сделать свой выбор. Поступать мне должным образом вот таким вот образом или другим. И вдруг я натыкаюсь на, к примеру, ну фразу выиграть миллион легко играть постоянно или просто, да, или с удовольствием, вот что-то такое. И я думаю, боже мой, ну это же ответ на мой вопрос. А потом я думаю, ну как-то так, это же не может быть. Вот скажите мне, пожалуйста, может такое быть или не может? Принимать ли это за знаки или нет? То есть как считывать знаки, да? И что, спасибо и вам тоже. Спасибо вам за вопрос. Очень, кстати, очень внимательный жилье. подсознание. И запрашивать какую-то информацию неосознанно. Потому что с подсознанием можно общаться только неосознанно. То есть человек о чем-то думает, он сам себя вроде как спрашивает, он не знает, какое решение принять. И он этим сам, вообще когда человек задает сам себе вопрос, пытается найти какой-то ответ, автоматом включается не только мышление логическое, но включается подсознание как помощник. Поэтому он говорит, да, ангел-хранитель адмун всегда поможет. И человек подключается к этому. Что происходит? Информация о нем, о том, о чем он думает, она действительно выстраивает, она воздействует на события. Вот это вот такая взаимосвязь. И действительно выстраиваются какие-то ситуации, когда человек действительно сталкивается, он говорит, боже мой, я же, вот это да, это моя подсказка, действительно. Вот то, о чем мы сейчас говорим, да, действительно, вы правы, к этому надо обязательно прислушиваться, это надо уважать в себе и желательно даже развивать. То есть, ну, ни в коем случае без фанатизма в этом плане, да, ни в коем случае не впадать в какие-то зависимые состояния психологические от того, что на каждом шагу могут казаться какие-то знаки, какие-то там эти посылы под сознание. Да, то есть, все, все, да, без вот этого какого-то, да, золотая середина. Ну, все-таки вот вопрос, вот опять же, выиграйте миллион, да, вот женщина задала вопрос. Видимо, значит, у нее был какой-то, значит, она думала о том, о чем-то материальном. Не обязательно. Но она сказала, что какое-то решение ее проблемы. Да, решение проблемы может быть связано. А, хотя даже подсказка может быть любая. Тут как человек расшифрует, как он это почувствует. Вот тут-то включается уже логика. То есть, представляете, насколько сознание и подсознание взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. Да, это мой следующий к вам вопрос. Сейчас мы закончим все-таки так. Как относиться вот к этому? Выиграйте миллион. И что действительно? Она же говорит, что, ой, ну неужто я выиграю миллион? Как расшифровать до конца вот это послание подсознания? Логическая интерпретация событий, которые она знает о себе лучше, чем кто-либо. Человек задает себе сам вопрос. Он знает свои события, свои проблемы лучше всех. Вот такая логическая интерпретация. Это, знаете, сродни раскладу карт, как вот эти вот любят раскладывать карты. И даже то же самое Таро. Карты – это что? Это знаки. Это определенные знаки. Но эти знаки, они информативны, скажем так. И вот эти их переводят. То есть, если на знаке изображено какое-то солнце, это не значит, что человеку будет всю жизнь по дороге, он лишится сна и будет только видеть солнце. Нет. То есть, смысл, смысл этого знака, смысл солнца, что можно... Но этот смысл должен знать сам человек или опять должен заниматься специалист? Нет. Вообще-то, сам человек должен включать свое уже логическое мышление. А почему я это увидел? Что бы это значило? А ну-ка я прислушаюсь. Понимаете? То есть, работа с собой, доверие к самому себе, а значит, и к своему сознанию, и к своему подсознанию. Доверие, доверие. Это, мне кажется, то, чего современному человеку точно не хватает, потому что мы несемся в этой гонке, в этой суете. Совершенно однозначно. О чем там что вы? О чем там думать? Подумаешь, плакат увидела. Тут хорошо женщина обращает внимание на эти вещи. Это очень актуально, потому что, к сожалению, тенденция выстраивается таким образом в нашей среде обитания, что прогрессирует количество негатива. На данный момент в нашей среде обитания прогрессирует количество негативной энергии. От которой нужно как-то себя обезопасить. И тем паче человек должен прислушиваться к своему энергокомпьютеру какому-то, который подсказывает. То есть мы всегда... Вот природа, вот Творец наделил нашу конституцию законом взаимопомощи органика и энергетика. И все это дополняет друг друга. И если останавливаться на чем-то одном и игнорировать другое, это большая ошибка. И, как правило, люди много теряют. Перекосы. Это перекосы, это пренебрежение, это игнорирование природным даром, природным умением. И должна сказать, что, вот, кстати, подсказка от подсознания по знакам каким-то, она граничит с вариантом, когда подсознание подсказывает во сне. Ну, о снах мы поговорим как раз в нашей следующей части программы, потому что сейчас нас ожидает небольшая пауза, рекламная пауза, поэтому, дорогие друзья, наше расставание с вами будет недолгим. За это время, пожалуйста, подготовьте свои вопросы, потому что сегодня мы говорим о том, как подружиться со своим подсознанием, чтобы оно помогало нам в жизни. Ведь в нашем подсознании ответы на все наши вопросы, которые мучили нас в прошлом, мучают в настоящем или стоят перед нами в будущем. И сегодня у нас в гостях автор книги «Подружись под сознанием» Соня. Поэтому до встречи через несколько минут. «Подолжение следует...»